Уважаемые товарищи, республиканские семинары по наиболее проблемным вопросам отдельных сфер экономики уже стали для нас полезной традицией. Наша нынешняя встреча посвящена важной для акропромышленного комплекса сфере животноводству, где накопилось немало проблем, хоть вы меня убеждаете, что их нет или вы не заметили. Мы частично касались этой темы на встречах с активом Гомельской и Гродненской областей. Сегодня поговорим о проблеме масштаба всей страны. Попробуем подвести итоги, разберем ошибки, ознакомимся с передовым опытом и уверенно найдем новые точки приложения, усилий для повышения эффективности. Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве, нельзя. Надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и главное усиливать дисциплину. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится более половины всей сельхозпродукции. Здесь формируется наш экспортный потенциал. Действительно, успехи определенные есть. Уровень самообеспеченности молоком превышает 260%, мясом – 130%. То есть собственную продовольственную безопасность мы обеспечиваем полностью, а излишки продаем на внешних рынках. В прошлом году на продовольствие страна заработала свыше 8 миллиардов долларов, а за 8 месяцев нынешнего года – более 4 миллиардов. На первый взгляд, прилично. Но это далеко не те цифры, которые мы можем иметь. Весь спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный. Цены растут и будут расти. И в мире открываются новые рынки. И сидеть, сложа руки в такой уникальной ситуации – просто преступление. Но чтобы заработать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень. Тактический план развития отрасли мы вместе разработали еще в 2019 году. Приняли важнейшие документы по направлениям развития, стратегии по развитию молочной, мясной отрасли, директива развития села, программа аграрный бизнес, комплекс мер по развитию кормопроизводства. Ну, вроде бы прошлись по всем болевым точкам, все ушли. И вы мне тогда обещали, вот, Леонид Константинович, главное, увеличить производство выращивания скота и птицы к 2025 году до 2 миллионов тонн, производство молока до 9 миллионов 200 тысяч. Повысить продуктивность молочного стада не ниже 6500 килограммов от коровы. Молока. Обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий, качественно улучшить кормовую базу, улучшить содержание скота, совершенствовать селекционную работу. Прошло более 3,5 лет, осталось совсем немного до обещанного срока. Смотрим на результат. С молока начнем. Темпы наращивания его производства крайне низкие. За 22-й год прибавили всего 1% к уровню 21-го года. 7,6 миллиона тонн в целом. Если судить объективно, даже этот скромный рост обеспечили Брестская, Гродненская и Минская области. А у ДОИ средняя продуктивность молочного стада по Беларуси за 22-й год составила 5518 килограммов. Увеличение всего лишь на 2% за счет тех же трех областей. В Гомельской и Могилевской еле-еле за 4000 перевалили в среднем. А Витебская и до 4-х не дотянула 3,960. Почти четверть всех производителей молока по стране и половина в Могилевской и Гомельской областях надоили в среднем от коровы менее 3000 килограммов. В 22-х организациях не дотягивают до 1500. Есть отдельные антирекордсмены предприятия Столбунский, Ветковского района, надоила за год 1310 килограммов от коровы. Сосновый бор Чаускова 1187. И абсолютный античемпион Птич-Агро Петриковского района Гомельской области там вообще 1018 килограммов. Это уже, уважаемые мои, не корова и даже не коза. Разве его до такого состояния довели, где же на молока будут давать? Не вселяет позитива статистика текущего года. Наплевательское отношение к делу на местах может свести на нет те усилия, которые предпринимает государство для развития молочного производства. В модернизацию отрасли вложены колоссальные инвестиции. Половина всех молочных ферм, 1600, оснащены самыми современными технологиями. Там размещено более 60% дойного стада и производится более 70% молока. Следовательно, подтягивать до такого уровня будем остальных, как бы они ни упирались. Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать. В этих целях принят указ о строительстве или же реконструкции в 2023-2024 годах по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. Нам фермы не нужны. Нам нужны молочно-товарные комплексы. Где во дворце стоит корова, мы получаем чистое молоко и детей можем кормить. Председателю облсполкома с сегодняшнего дня будем считать, что эти новые молочно-товарные комплексы – ваши личные инвестиционные проекты. И посмотрим на отдачу. Мясное скотоводство. За прошедшие 10 лет пик успеха пришелся на 2020 год. Мы получили 1,760,000 тонн мяса и птицы. Но в дальнейшем почему-то не смогли удержать достигнутую планку. Я имею в виду мясо всего. И говядины, и свинины, и птицы. В 2022 году производство крупного рогатого скота снизилось. В Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Практически в каждой пятой организации Беларуси среднесуточные привесы составили менее 400 граммов. А в Гомельской и Могилевской областях с таким низким результатом работала почти каждая вторая организация. Половина. Разумеется, повысить темпы производства молока и мяса без увеличения поголовья невозможно. Вместе с тем, из года в год поголовье крупного рогатого скота снижается. За пять лет более чем на 100 тысяч голов, в том числе в 2022 году на 22 тысячи. Основная причина – падеж. В 2021 год 102,8 тысячи голов. В 2022 году героически сражались 111 тысячи. 102 и 111. В прошлом году рост этого показателя в 69 районах всех областей республики, половине. Причем самые высокие цифры были в Стародорожском в 3 раза, в Солигорском в 2,2 раза, в районах Минской области, Шумилинском районе, Витебской области в 2 раза. И в этом году рост падежа допущен в 53 районах республики, а в 14 районах он превысил прошлогодний уровень в 1,5 раза. Например, в Чахстанском районе в Витебской области падеж вырос в 3 раза, в Краснопольском районе Могилевщин – аж в 4. По заключению всех контролирующих органов, причины банальные – нарушение технологии содержания, бесхозяйственность и откровенное разгильдяйство. Ну что ж рынок? Что хочу, то и ворочу. Так, например, в отдельных сельхозорганизациях скот содержат в антисанитарных условиях. Отсутствует подстилочный материал, не убирает свой арменный арвоз, не соблюдаются рационы кормления и температурный режим. В прошлом году я поручал правительству совместно с губернаторами разработать план по каждому району, расписать, как и какие сроки в них будет наведен порядок. Я думаю, на семинаре посмотрели, как содержать телят, да? Да, да. Но складывается впечатление, что меры приняты только на бумаге, а местная власть и государственная ветеринарная служба, вместо того, чтобы контролировать, помогают скрывать истинное положение дел и вопиющую бесхозяйственность за формальными планами и относительно удовлетворительными цифрами. По данным милиции, в 2022 году возбуждено 480 уголовных дел, связанных с сокрытием падежа. В этом году уже 205. Это треть от общего количества экономических преступлений во всей аграрной сфере. Думаю, разумно в дальнейшем каждую ферму закрепить за конкретным работником райисполкома, а район за работником облсполкома пофамильно, чтобы в дальнейшем сразу было понятно, кого награждать, если дела идут хорошо, а с кого спрашивать, если плохо. Есть проблемы в свиноводстве, которые мы с вами детально рассмотрели недавно на совещании. Поставлены конкретные задачи. Выполнять спрос будет серьезным. Но вернемся к крупному рогатому скоту. Хромает вопрос воспроизводства стада. Повышение продуктивности должно быть обеспечено в том числе за счет системной селекционно-племенной работы. Ученые считают, что эффективное воспроизводство может быть при рождении 95 телят на 100 горов. И если в 90-м году в Беларуси этот показатель держался на уровне 90 телят, в том году, когда у нас не было таких технологий и таких возможностей, 90, то последние годы мы получаем только 72-75 телят на 100 коров. Да и тех уберечь не можем. Вот и снижается поголовье. Не знаю, чего не хватает нашим губернаторам. Технологии воспроизводства. Так в стране создана целая сеть племенной службы под патронатом медицин-хозпрода. Я думаю, что новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию. Увеличивайте племенное стадо. Но не дело, что до настоящего времени остаются неукомплектованные с котом построенные реконструированные фермы. Отдельные уже более пяти лет. Комплексы построили, а пять лет не можем укомплектовать. Это что такое? По информации Комитета госконтроля, недоукомплектовано почти 16 тысяч скотомест. Зачем строили? Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца этого года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Кост туда не тащите. Это бесперспективно и бесполезно. Вы никому очки утерять не сможете. Если вы это не сделаете, если вы не укомплектуете эти комплексы, я вам обещаю, что разокомплектую весь состав ваш. Решимости у меня достаточно. Заигрывать я перед вами никогда не делал этого и не буду. Какие бы электоральные компании перед нами не стояли. Потому что похороним страну. Скатимся до того, что не 8 миллиардов долларов экспорт кормить свой народ нечем будет. Любой сельчанин знает, что молоко у коровы на языке. Ни одно животное не сможет быть продуктивным и реализовать генетический потенциал бесполноценного, подчеркиваю, полноценного питания. Даже при идеальных условиях содержания. В прошлом году заготовку кормов откровенно завалили. В этом ситуация еще хуже. На 1 сентября заготовлено около 7 миллионов кормовых единиц. Или меньше 90% к уровню прошлого года. Пока почти больше 10% отстаем от плохого прошлого года. Обеспеченность кормами на условную голову скота составила чуть больше 16 центнеров кормовых единиц против почти 19% в прошлом году. 3 центнера кормовых единиц. Хуже всего обстоят дела в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Мужики, зима рядом. Вот такого сентября в октябре не будет. Господь не подарит нам такую погоду. И такая динамика заготовки кормов проведет к тому, что на конкретных фермах кормить будет просто нечем. Я ведь понимаю, что в сентябре уже трудно поправить то, что упустили за лето. Так вы подумайте, как обеспечить те хозяйства кормами и какими кормами, чтобы зимой не перебрасывать, чтобы героически караваны не шли и мы не возили воздух с одного района в другой. Я имею ввиду сена, жили силы. Полноценный рацион – основная составляющая прибыльного производства. Ученые совместно с Минсельхозпродом разработали более 50 регламентов для всех видов животноводческой продукции. Но почему-то на практике нет ни регламентов, ни кормов, ни сбалансированных рационов. В итоге мы упускаем выгоду в мясомолочной сфере. Требую от каждой области придерживаться разработанной структуры посевов, соблюдения сроков и технологий заготовки кормов. А их высокую питательность можно получить только работая системно, всем вместе. Пусть старается вся вертикаль, от агронома до ответственных чиновников, закрепленных в облсполкоме, чтобы полуторагодичный запас кормов был в каждом хозяйстве. Железно. И обеспечьте на всех комплексах, фермах полноценный рацион с достаточным количеством питательных добавок. Для этого есть все. Мы построили самый современный БНБК. Комплекс по производству аминокислот, комбикормов, просто космического уровня. Только четыре государства имеют такой комплекс. Так используйте его продукцию. Он полностью в ваших руках. Только надо сбалансировать рационы. Концентраты нельзя раздавать вручную и на глазок. Иначе будут и потери, и поголовье, и продуктивность на минимумы перерасход дорогостоящих премиксов. Наведите порядок. Не хватает рук, подключайте студентов, сельхозвузов, приглашайте учеников с профильных классов. Это хорошая практика. Заодно наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране. Считайте в собственном доме. Еще раз повторяю. Мы построили немало малышно-товарных комплексов. 16 тысяч голов не укомплектовано. Не комплект. У вас осталось немного времени, чтобы на эти комплексы укомплектовать и поставить скот. Скажу прямо. Это не популярно. Я сам работал руководителем, знаю, что это такое. Но если вы видите полный завал в Гомельской области на одном хозяйстве и хорошие, неукомплектованные, молочно-товарные и прочие комплексы, перебросьте сейчас скот в зимнестойловый период, перебросьте туда и кормите там. Там наверняка кормов хватит. Я последний раз вас предупреждаю. Это же элементарно. У нас же диктатура. У нас еще колхозы-совхозы. У нас нет этой рыночной разбешенности. Ну так принимайте решение и действуйте. Где председатель райисполкома? Ну, к этому звену мы вернемся принципиально и серьезно. Председатель райисполкома за губернатором вообще не видно. Птицеводство. Ключевая задача здесь снизить зависимость отрасли от импорта. До настоящего времени не имеем альтернативы импорту цыплят для производства инкубационного яйца. Леонид Константинович, 10 лет или 5 вы мне рассказываете про этих цыплят и про яйцо. Но неужели мы не можем у себя это производить? Необходимо обеспечить себя собственной племенной продукцией. Создайте ли селекционный генетический центр, как это есть у скотоводов. Полгода на разработку бизнес-плана и в следующем году это надо сделать. Давайте соберем эти копейки и построим этот центр. В конце концов и птицефабрики у нас не бедные. Именно в животноводстве, точнее в переработке сегодня сконцентрированы резервы белорусского села. Уровень загрузки производственных маршрутей по мясу и колбасе в 2022 году составил всего 70%. По цельномолочной продукции только 60, чуть больше половины. Сколько тонн молока, мяса и миллиардов рублей мы недополучили в итоге? Это счастье наше, что у нас есть переработка. Это значит мы от земли можем получить сколько угодно продукции и готовы ее переработать. Так, Юрий Витальевич, я понимаю или нет? Вы переработчик у нас. Мы готовы перерабатывать. А сколько ты перерабатываешь в Брестской передовой области? Сколько свободных мощностей по массе молока? Ну, по молоку у нас есть еще резервы, но небольшие. Ну, сколько? Ну, я считаю, что мы еще можем порядка полмиллиона тонн. Сколько процентов у тебя есть? 20? Хватит. 20 у нас есть перспектива. По молоку? По молоку. 20 в области, а по мясу? По мясу у меня есть еще береза недозагруженная. Сколько процентов? Тоже 20. Больше, больше. Еще больше? Ну, так давайте, добавляйте. Ну, мы добавляем, товарищ президент. Кадровый дефицит. Это, пожалуй, системообразующая проблема отрасли. К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо сжав зубы это сделать. За нас никто не сделает. Хорошая работа у председателя райисполкома, у руководителей. Я до сих пор, бывая на полях, вот Леонид Константиновичу говорил, это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться. И заставлять других работать. Знаю, что не все зависит от вас. Но большая половина работы с кадрами от вас зависит. Остальное мы с губернаторами должны решить. Кадровую проблему нужно решать. Это же не дело, когда мы готовим целевиков, а на местах остается не больше половины молодых специалистов. Комитету госконтроля эту проблему поднять и капитально проверить. Где эти люди? Кто разрешил им не работать? По-моему, можешь не ехать по распределению, заплатить какую-то сумму. За учебу. За учебу. Что это за глупость такая? Мы подготовили специалиста. Мы ехали по распределению. Ты же идешь целевым направлением. Ты же даешь согласие, подписываешь этот договор. Но так идеи работы. Это знаешь ты и твои родители. Разберитесь. Василий Николаевич, принципиально разберитесь, где эти люди. Надо работать со школьниками и студентами. Тем более желающих предостаточно. Кроме административных мер у каждого хозяйства должна быть система закрепления кадров. Думайте, чем привлечь и удержать молодежь. От жилья до образцово-показательных условий труда. Если не решим проблему дефицита квалифицированных кадров, экономика села так и будет проседать. Девизом в агропромышленном секторе отныне станет железная, безоговорочная дисциплина. Трудовая, финансовая, технологическая. Если надо посеять до 20-25-го, умрите, но посейте. Если надо, значит надо. Зимой отдохнем. Такой наш крестьянский труд. Сейчас отдыхать нельзя. Поружаю правительству совместно с Минсельхозпродом, председателями облсполкома, Национальной академии наук Беларуси. Под жестким контролем правоохранительных контролирующих органов обеспечить. Первое. Жесткое соблюдение требований зоотехнических ветеринарных норм содержания и кормления скота и птицей. Второе. Недопущение непроизводительного выбытия, поддержа скота. Мужики, не обижайтесь. Последний разговор на эту тему. Последний. У вас есть четвертый квартал. Вы уходите в зимнестойловый период с 1 января. Очень будет тяжело тем, кто меня услышал или не услышал, не сделал выводы. Недопустим падеж скота. Недопустимо это. Заготовка кормов под полную потребность общественного животноводства. Соблюдением технологических требований от речневых регламентов. Это третье. Главное это качество. Четвертое. Повышение экономической эффективности животноводства на основе селекционно-племенной работы. По-человечески подходите к скотине. Пятое. Поставки скота на переработку. В целях загрузки сырьем, производственных мощностей мясокомбинатов. И исключения преступных схем при реализации скота. Так как вы нарисовали, губернаторы с председателями райисполкома. Так должно быть. Произвел мясо, молоко. Вот туда вези. Это делай, это делай. Для вас нет государственных предприятий, кооперативов или частных. Все это ваше. Все должны быть в одинаковых условиях. Шестое. Наведение в хозяйствах порядка в бухгалтерском учете. В том числе в первичном учете движения скота и статистической отчетности. Седьмое. Укомплектование сельскохозяйственных организаций с зооветеринарными специалистами и рабочими кадрами. О чем я говорил. Последнее надо отдать. Но 5-6 руководителей. Главный агроном, главный зоотехник, главный ветврач и так далее, главный инженер. Они должны быть обеспечены всем необходимым. Восьмое. Неукоснительное соблюдение работниками сельхозорганизации правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, установленных требованием к процессам производства качества продукции. И еще берегите технику. Берегите. Это бешеные деньги. Никто вам столько денег давать в будущем не будет. Нам надо государству заниматься своими вопросами. Социальная сфера, дороги, мелиорация, повышение плодородия, земель и прочее. Это ответственность государства. А не датировать бизнес ваш. А мы размазываем это по копейке, все даем и на все. Поэтому дисциплина, трудовой день, распорядок – это основа всего. Еще раз подчеркиваю. Проблемы обозначены мною. Но они и без этого видны. Вы их знаете лучше меня, потому что вы каждый день с ними сталкиваетесь. Вы ближе к этому. Действуйте. Если кто-то мешает, очень просто до меня достучаться. Проблемы обозначены, задачи поставлены. Жду конкретных предложений о стратегии развития животноводства. От профильного заместителя, премьер-министра, министра, новый министр у нас. Разворачиваться надо очень активно и живо, не глядя ни на что. Положительный опыт руководителей успешных хозяйств, который можно распространить на весь регион или республику, он есть и приветствуется. Это то, о чем вы сказали. На нас все смотрят и восхищаются. То есть есть спрос на нашу продукцию, особенно на продукцию сельского хозяйства. Даже в России, передовая страна, они восхищаются нашей продукцией. Мы это не должны потерять. Это наш бренд, чистота, порядок и нормальная продукция. Давайте, мужики, это сделаем. Спасибо. Дин Константинович, я вам говорил, что в каком-то году, там три года назад, по-моему, вице-премьер или премьер-министр, вот мы сделаем, сделаем. Я приводил пример, как сделали. Александр Ильич, ну, нам выхода другого нету. Так тогда тоже не было выхода. У нас тогда, ну, все-таки надо признать, что не была такая база для животного, так как она построена на старший момент. Каждый год мы прибавляем новыми комплексами, прибавляем поголовьем и прибавляем продуктивным поголовьем. Да, есть некие недостатки, их немало. Но мы понимаем, что необходимо с ними бороться и все настроены на то, чтобы эти показатели были подтверждены. Это не космические, не заоблачные показатели. Это среднестатические по отрасли результаты. И 2 миллиона 100 тысяч тонн мяса, я считаю, что мы вполне реально можем произвести. Как и произвести 10,5 миллиона тонн молока. Когда-то мне уже обещали, чтобы это не было очередным обещанием. Вот я хотел бы сказать, что да, к нам пришли технологии новые, прогрессивные, но не все были готовы к этим технологиям. Не все владели профессиональными навыками. С каждым годом все увеличивается, увеличивается количество районов и хозяйств, которые имеют высокие показатели в молочном скотоводстве. Видите, в 15-м году было 10 районов и 214 хозяйств. Прошло 8 лет, уже 47 районов, почти половина. И 418 хозяйств ведут на эти показатели. И тем более, что уже есть по 14, по 13. Мы еще не выговаривали. А уже есть такие маяки. Поэтому с каждым годом, товарищ президент, мы будем добываться. Нам надо сейчас, Леонид Константинович, больше говорить о деньгах. Главный результат – это деньги. Удой – это хорошо. Это так для нас посмотреть, да. Я мужики проще скажу. Мы уже не знаю, как собирали. Тремя пальцами на миллиарацию. Но надо восстановить земли, те, которые надо восстановить и получить урожай. У нас не хватает земель. Пришли, вот надо тракторы. Сейчас свиноводческие комплексы. Сколько это нам надо денег? 250 где-то миллионов долларов надо, чтобы реконструировать эти комплексы. Это большие деньги. А я вот сижу и думаю. А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Тяжелейший вопрос. Новые вот эти вагнеровцы сидят. У меня сейчас. И каждому рассказывают, как идет эта война. Я думаю, ну вот как этому противостоять? Вот такой вариант есть, такой-такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю, миллиарацию ему проводить, обрабатывать, новые земли вводить. Вы сейчас не можете обработать то, что есть. Или эти поросы с теми беспилотниками. Страшное оружие, вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги. Но жизнь же дороже. Поэтому я просто вам намекаю на то, мы, конечно, будем поддерживать, будем помогать. Но деньги закапывать в землю просто так не будем. И дело иметь с теми, кто работать из вас не хочет, мы тоже не будем. Не потому что я злой человек. Потому что другого нет пути. Надо сохранить страну. Второе, еще удивляюсь, как нам удается вот вокруг бушует все сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли даже в богатых странах. Возьмите, Польша, ах, Польша. Ну и что в Польше? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги. Евросоюз, они бы задержали там около 100 миллиардов евро, не выдали Польше на поддержку ей. Просто дотации. И плохо. И собачиться начали с Украины. Наконец-то Зеленскому показали, что ура, ура, как Горби-Горби Горбачеву. А вот сейчас никому не нужен. И вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали. Надо уже сливать этого Зеленского. Надоел он завтра выборы в Америке. Никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем от этих бешеных политиков Польши, что от них ждать. Поэтому вы поймите, денег лишних нет. И за каждую копейку будет спрос. Я не говорю, что мы там ничего-то не сделали. Ни одна страна старье из-под забора не берет, не восстанавливает и снова не продает. Как тракторы, комбайны. Как мы это делаем? Мы рачительные люди. Но сегодня, мужики, этого мало. И я не требую от вас космоса в сельском хозяйстве. Вот ликвидируйте те узкие места, которые сегодня есть. Решите те проблемы, которые на поверхности. И для нашего поколения с вами будет достаточно. И если пообещали, делайте. Действуйте дальше, Лен Косович. Он у нас главный модератор, как у нас модно сейчас говорить. Спасибо. Слово для доклада о развитии отрасли животного отрасли Минской области представляется Турчину Александрову Генриховичу, председателю Минской областной смысл комитета. Сегодня в животного отрасли Минской области задействовано 787 объектов. Из них 740 молочно-товарных ферм, 22 северного отрасли комплекса, 11 ферм, 11 объектов по производству мяса птицы и 3 объекта по производству яйца. А что, комплексов молочно-товарных нет? Ну, это в том числе, Александр Ильич. 700 молочно-товарных ферм и комплекс. За 2022 год объем производства баловой продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях области составил 5,2 миллиарда рублей. При этом доля продукции животноводства в общем объеме производства составила 61%, или 3,2 миллиарда рублей. На протяжении последних лет в области наблюдается устойчивый рост производства продукции животноводства. Наибольшую динамику демонстрирует производство молока и выращивание птицы. Также наблюдается рост экономической эффективности в отрасли. Тут я хотел бы отдельно остановиться. Буквально два слова по поводу рентабельности скотоводства, которая возросла у нас с нулевого показателя до 7,5%. Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о рентабельности молока и мяса говядины, надо в целом рассматривать определение реальной эффективности отрасли скотоводства как совокупность взаимосвязанных производств. В любой отрасли экономики, в том числе и в сельскохозяйственной, объемы наращивания производства должны сопровождаться экономическим эффектом, увеличением объемов прибыли с дальнейшим ее направлением на развитие производства и ростом заработной платы. В связи с этим, основной задачей в животноводстве области является повышение эффективности производства всех видов продукции на фоне устойчивой динамики снижения численности занятых в сельском хозяйстве работников. Валерий Владимирович, скажи, 9 тысяч вы от коровы надоили 9 тонн молока? 9258 в прошлом году. Это результат чего? В чем все-таки причина по-крестьянски? Уважаемый Александр Ильич, причины простые. Первое – это ежегодная хорошая кормовая база, которая сложилась уже на протяжении многих лет. Второе – кадры, которые стабильные кадры, как руководители, так и специалистов. И третье – это дисциплина. Технологическая дисциплина, производственная дисциплина. Слагаемые успехи. Обычная корма, нормальный рацион. Обычная корма, обычные травы, обычная кукуруза. Вовремя приготовленная, технологично заложенная. И на данном этапе для Беларуси ничего не надо выдумывать. Потенциал нашего поголовья достаточный для того, чтобы получать такие результаты. У нас все поголовье выращено с собственных телят. Ничего космического, ничего чрезвычайного. Вовремя кормить, вовремя доить и на работу вовремя проходить. Дисциплина, совершенно верно. Слово для доклада. Развитие отрасли молочно-мясно-скотоводства ООО «Остромечево» представляется Бураку Олегу Анатольевичу, директору хозяйства «Остромечево». Сегодня ООО «Остромечево» – это крупнотоварное сельскохозяйственное производство, которое имеет мясомолочное направление и занимающее лидирующие позиции не только в Брестской области, но и в республике. Мы являемся также собственником молокоперерабатывающего предприятия Брестское мороженое, где перерабатываем 65-70% собственного молока. Площадь сельскохозяйственных угодий на 1 января 2023 года составила 16 тысяч гектаров, пашни – 11. Ведущей отраслью в нашей организации является животноводство, на долю которого приходится 76% товарной продукции, в том числе две трети – это молоко, одна треть КРС. Численность КРС составляет 18 тысяч, из них дойного стада – 3 800. Плотность скота – 112 голов на 100 гектаров и коров – 23. Но в этом направлении мы двигаемся и планируем довести плотность дойных коров в перспективе до 25-27 голов. Планомерная работа по развитию животноводства велась в нескольких направлениях. Улучшение условий содержания скота, а соответственно и условий труда, создание необходимости балансированной кормовой базы, работа по улучшению генетического потенциала скота, формирование высококвалифицированного кадрового потенциала. У нас в хозяйстве работает правило 4К, то есть кадры, корова, корма и комфорт. Если один из этих факторов выпадает, о дальнейшей эффективной работе в отрасли животноводства можно забыть. Поэтому у нас основной упор делается на этих 4 фактора. Ну а дисциплина – это приоритет, основа, наверное, всего. Основное в развитии любого предприятия – это инновации, инвестиции. Они позволяют повышать производительность труда и эффективность производства, развивать социальную инфраструктуру и улучшать благосостояние людей. Считаю, что для хозяйств, которые достигли высокого уровня продуктивности скота и работают над улучшением генетического потенциала, в том числе и на республиканском уровне, просил бы рассмотреть возможность льготного кредитования для дальнейшей модернизации производства. Сегодня существующие иногда для того, чтобы получить льготные кредитные ресурсы, возможно, и сейчас в рамках государственной программы, но для этого необходимо иногда минимум год для прохождения конкурсного отбора и открытия финансирования. Хотелось бы, конечно, эти сроки иногда сокращать для того, чтобы более работать, более активно на финансовом рынке. Юрий Витальдович, Олег говорил по льготному кредитованию. Что имеется в виду? Каждый руководитель сегодня ищет источник, который ему позволяет построить, дальше модернизироваться. Все сегодня, которые предусмотрены правительственной программой, они сегодня нас устраивают как брюшчан, потому что наша сегодня составляющая погашения и доли своей и государственной поддержки очень хорошо складываются в экономике в дальнейшем при модернизации и строительстве молочно-товарных комплексов и других направлениях. Поэтому мы осваиваем все деньги и просим еще. Вот у кого-то остались в областях деньги, мы просим Леониду Константиновичу продолжить эту политику, и мы их освоим, у кого не хватает. То есть, если Субботин не осваивает деньги, их надо перебросить тем, кто осваивает. Потому что у нас есть задельные фермы, есть проекты, которые позволяют постоянно вести строительство. Это показывает результаты работы. Нет, но он недостаток отметил, что говорит, что конкурсы еще... Здесь есть вопрос еще в том, что, конечно, он сильное хозяйство, ему по остаточной части. Есть направления, другие районы, где мне сегодня нужно поднимать молочное производство в том числе, поэтому деньги больше идут на те районы. А он покрепче уже сам, так сказать, за счет своих источников, непосредственно через Банк развития уже на коммерческих условиях он работает. Но они тоже экономику ищут дальше. Что касается Банка развития, хотелось бы, чтобы быстрее этот процесс шел, потому что пока согласование происходит, квартал заканчивается, опять по-новому надо бухгалтерский отчет предоставлять. То есть, ну, это затягивает. А что касается льготного, ну, для таких хозяйств, допустим, племенные, которые занимаются и активно выращивают для разведения для страны скота, то есть, ну, здесь можно было бы что-то предусмотреть, более такое льготное кредитование. Проблема есть со стороны хозяйств по некачественной подготовке документов. Проблема есть в банке, который длительно это рассматривает, то есть, несколько обеспечений, то есть, там целый клубок проблем, и в ближайшее время правительство с банком должны этот вопрос решить. В соответствии с вашим причем. – Значит, я понимаю так, какое бы там хозяйство ни было, сильное, слабое и прочее, но тем более, если они сильные, что их там перелопачивать? Он берет деньги, он несет ответственность. Хорошее предприятие. Кстати, нам надо эти предприятия иметь. Сколько в области таких предприятий, крепких, как Остромечив, Олег, сколько с твоей точки зрения? – Ну, у нас в каждом районе практически, наверное, половина. – 25 у нас есть. – Таких? – Ну, равных, может быть, с экономикой, перелет на экономику. – Ну, я про экономику и говорю. Ну, вот нам надо такие хозяйства иметь в виду отдельно. Потом мы подумаем, как их поддержать, и поддержать их программы и проекты, потому что это гарантия того, что если они берут кредит, они вернут его. – Конечно. – Поэтому, ну, к ним должно быть и отношение соответствующее. Тем более, мы в этом заинтересованы, государство, что если они взяли под какую-то программу, она будет реализована, и мы получим в конечном итоге молоко, мясо. Ну, а в конце концов, они заслужили того, чтобы к ним относились по-особому. – А что министр молчит? Как мы вот поедем сегодня, а не твой голос не услышали? – Да, действительно, здесь было сказано и Валерием Владимировичем Хельским, и руководителем Остромечева. Основная проблема недополучения, когда сделали мы анализ по тем замечаниям, которые даны были критически, это падежи, это низкие среднесуточные привесы, это низкий удой молока, это действительно самая главная проблема, это кормовая база. 30 хозяйств мы сегодня держим на контроле, мы это брали, где низкая обеспеченность кормами. На 15 октября мы посмотрим о количестве заготовленных кормов, схема по переброске скота по перемещению отработана министерством, так, чтобы было и одному предприятию, то, которое будет передавать скот, и тому предприятию, которое будет выращивать. Под дальнейшим тёлочные поголовья будем возвращать в пределах 30% обратно, для того, чтобы сохранить хозяйство. И тем самым мы сохраним и одно хозяйство, и обеспечим снижение и уменьшение максимум падежа по хозяйству, в том числе получение среднесуточных привесов и показателей по животноводству. Ну и, пользуясь случаем, конечно, хотел бы обратиться к залу по ходу полевым работ, потому что по ходу полевым работ в целом мы идём с опережением, но Гомельская область у нас является отстающей, и ежели будут продолжаться такие темпы, то в следующем году обратно же будет не лучший результат, чем в этом году. По остальным культурам, за исключением льна, мы идём в нормальных, я думаю, что до числа 25-26 мы в основном закончим. Уборка гречихи у нас осталась на завершении проса. Кукуруза мы должны максимум приложить усилия для того, чтобы обратно к кормовая база и до 15 октября закончить уборку кукурузы. Кукуруза на зерно мы продемонстрировали, и сегодня прекрасно работает Минская область. Видели, я думаю, все и в СМИ, о том, что её можно высушить заранее. Урожайность не снижается, напротив, увеличивается, и рентабельность от такой обработки получается порядка 300 рублей на гектар при урожайности 85 сантиметров с гектара. Это позволит в более ранние сроки убрать кукурузу, не дожидаясь тех погодных условий, когда и снег выпадает. Сергей Иванович, всё это хорошо, но вот я опять боюсь сделать какие-то замечания, но исходя уже из своего опыта, сверху всё видно. Ниже, выше, выше поднялся, вовши видно. Ну, я насчитал во время перелёта, полстраны пролетел, три трактора и три кормоуборочных комбайна. Кукурузу убирают. Нам надо как-то тут пошевеливаться, уплотняться. Рабочий день сейчас короткий. В 7 часов солнце уже заходит. Ну, в 7.15 вчера солнца уже не видно. Поэтому сказать, что мы до 12, до 11 часов вечера работаем, это неправда. Надо как-то, может быть, с утра пораньше начинать. Надо уплотняться. Я беспокоюсь за то, не дай бог, ночью морозит минус 2, вся кукуруза будет жёлтая. Для зерна хорошо. А силосы они уже заготавливают такого качества, как сейчас, не смогут. Оно и так уже стебель, по-моему, наполовину. То есть зелёный, наполовину жёлтый. Но если жёлтый, то уже и трамбуется плохо и так далее. Поэтому надо ускоряться, надо заканчивать с этой канителью силосом. Далее, Сергей, ты говоришь по поводу переброски скота. Я хочу просто объясниться. Я не настаиваю ни на чём. Как бывший директор, я знаю, что когда сверху давят там, давай скот туда-сюда. Это ваше дело. Я из жизни говорю, если ты не можешь, и вы там все видите, руководитель района, области, что, ну погибни скот. Ну тогда надо забирать именем революции и отдавать там, где он сохранится. Но если у вас есть другие методы и пути, вы, пожалуйста, выбирайте любой. Я не хочу, чтобы вы меня потом упрекнули, что я настаиваю на переброске скота. Но уверен, что этот метод нормальный. Надо его перевести, заплатить надо. У кого вы забираете телят, не пожадничать, заплатить и перевести. Ну а руководитель, ну он же тоже, наверное, не дурак, понимает, что погибни скот. Не имеет возможности он его там содержать. Пусть председателями райисполкома отработают эти схемы. Любые схемы. Но падежа не должно быть. Я не приглашаю сейчас к разговору ни председателя комитета госконтроля, ни генерального прокурора. Они присутствуют. Знаю, что они вам перцу подкинули тут. Но мы и сами понимаем, что и падеж у вас, и недоборы, и бесхозяйственности, и дисциплина, и кадры. То, что они могут сказать. Мы это знаем. Это уже отмечено. Но я вас просто предупреждаю. И министр внутренних дел, и прокурор генеральный, и председатель комитета государственного контроля мною сориентированы на наведение порядка в стране. И прежде всего в сельском хозяйстве. Это ненормально, когда вы принимаете решение по каким-то схемам. Сырьевая зона, предприятие, вот отсюда-сюда идет продукция, сырье, мясо, молоко и так далее. А это не выполняется. Что это такое? Это неуправляемость. Или вы делаете вид, как руководители, что вы что-то тут упираетесь, делаете, кто-то не исполняет. Но и то, и другое. Ваша вина. Поэтому я вас просто предупреждаю. Так, по-дружески. Давление в зимнестойловый период, особенно с 1 января, со стороны правоохранительных контрольных органов, будет бешеное. И вы тут не обижайтесь. Но контролеров и других я попрошу, прежде чем докладывать мне напрямую, там еще какие-то вещи, вы, пожалуйста, ставьте в известность губернатору. Чтобы они мне потом не звонили, Александр Георгиевич, вот что они там накопали, вам доложили, а это не так. И я начинаю поручать там помощникам, поезжайте, разберитесь, в чем причина. Это не значит, что вы им рассказали, они все заретушировали, замазали. Нет. Ответственность должна быть. Поэтому вырабатывайте подходы, вырабатывайте соответствующие решения, вы здесь вот на месте губернатор, председатель райисполкома. И принимайте решение, действуйте. Поднимался вопрос по поводу темпов строительства. Мы определились, ближайшая пятилетка, как бы ни было трудно, мы практически весь код должны перевести на комплексы. Особенно молочно-товарные комплексы. Ладно, откармливать быков, там под крышей можно еще чего-то, но молочно-товарные комплексы, где мы получаем молоко, как сырье для производства продукции, чем мы славимся, они должны быть в идеальном состоянии. У нас есть хорошие комплексы. Идите, учитесь, как надо делать. Будем поддерживать. Но это не значит, что мы будем разбрасывать деньги. Нет. Будем аккуратно подходить к этому вопросу. Свиноворческие комплексы, без комплекса свинину мы не получим. Конечно, мы будем вас в этом отношении поддерживать, но все должны в этом отношении шевелиться. Это и банки, это и собственные средства. Быстро надо нам решить эту проблему. По птице немножко легче, но все равно. Комплексы, комплексы, еще раз комплексы. Я думаю, вот посмотреть, как все-таки мы осуществляем откорм крупного рогатого скота. И это должны быть дешевые, ну, как ты говоришь, площадки какие-то и так далее. Или вот у меня из головы не выходит опыт Лопатентова старшего в родине, в Беллининском районе. Совершенно дешевый откорм. Если это можно дешево, надо этим путем двигаться. Не обязательно под крышу загонять эту скотину. Поэтому разные методы надо использовать. И, конечно, мы вас к этому будем подталкивать. Но еще раз говорю, в основе лежит система. Исполнительность, дисциплина. Приняли решение. У нас все должно быть выполнено. По кадрам вырабатывайте до конца года любые мероприятия, которые вы считаете нужным. Определяйте фонд зарплаты для руководителей и специалистов. Но это не гоже, когда руководитель, ладно, как я всегда говорю, не бедный. Но специалистам надо платить. Спрашиваем мы прежде всего со специалиста за результат. И это небольшое количество людей в масштабах района или области. И это не все хозяйства, где вы должны приложиться. Но специалистов надо поддерживать. И зарплата, и жилье это прежде всего. Будет жилье, будет нормальная зарплата. Ну, уже есть за что зацепиться специалисту. Особенно, если взрослый. Дети есть. Он не будет рваться там в областной центр в Гродно или в Минск, чтобы сходить куда-то на танцполе, пошататься. Ему не до этого. У него семья и дети. Но ему надо жилье. И ему нужна нормальная заработная плата. Поэтому кадры это основа всего. По поводу целевого набора. Ну, вы же понимаете, что я именем революции обрезал. Сегодня высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Ну, уже до половины где-то вот вчера было совещание, докладывали. Я уже вижу уже какое-то недовольство со стороны руководителей, вузов и прочее. Ясно, что по целевому направлению мы туда отдаем не самых лучших в смысле знаний. Вы же понимаете это. И меня так уже начинают прессовать. Но у меня нет другого выхода. Нам надо, чтобы люди работали на местах. Сделали существенное замечание, что появился субъективный фактор. Вы начинаете туда направлять не лучших. Поэтому было внесено предложение вчера, чтобы в аттестат смотрели. Вот ты в школе учился, 7-8 баллов есть. Среди них должен быть конкурс. И такие должны по целевому направлению приходить в вузы. Я буду придерживаться вот этого варианта целевого направления. Не только в рамках сельского хозяйства. У нас и в строительстве, и в военной, и так далее. Там, где надо. Мы будем придерживаться. Но вы подбирайте людей более-менее удобоваримых и пригодных. Потому что по результатам будем смотреть успеваемости. Мы вам предъявим серьезные претензии. Шутить здесь нельзя. Хотя мы не можем вот тут вот коррупционную эту составляющую открывать. Мы от этого уходили, чтобы коррупции не было в вузах. Там преподаватели и так далее. И комитет госконтроля. Комиссия до сих пор моя работает там. А тут, пожалуйста, открыли дверь. Половину вузов. Целевые направления. Это же и здравоохранение у нас. И в образовании. Видите? Во всех вузах. А вы туда впихнули не того, кого надо. Этого быть не должно. Обратите на это серьезное внимание. Целевое направление. И вообще категорически запрещается целевика куда-то. А он оплатил деньги, заплатил. Куда-то уехал не в Польшу, так сбежал еще куда-то. Этого быть не должно. Пришел по договору, отучился, вернись туда, с кем заключил договор. И там работы. Все по договору. Заключается договор. И тут мы вас будем в этом плане поддерживать. Никто никуда не сбежит. Если вы жестко будете стоять на позиции тех договорных условий, которые вы определили. В общем-то, все, о чем мы говорили, это вам давно известно. Мне даже порой неудобно некоторые вопросы тут обсуждать, заострять ваше внимание на этих вопросах. Вы знаете лучше, что делать. Но еще раз говорю, главная наша беда в простом, в элементарном дисциплине. Дисциплина – это не просто кулаком ударило. Кулаком можно стучать, когда у тебя выработана система. Вот система, схема, вот так вот действуют, все знают, но не делают. Вот тогда стучите кулаком. Но если у вас нет разумной системы хозяйствования и управления, ну то что стучать? Никто не поймет. Вырабатывайте встроенную четкую систему председателя райисполкома с губернаторами горрайисполкома. И действуйте, не ждите никаких указаний. Ошибетесь? Главное фатально, чтобы не было ошибок. За ошибку человека можно всегда простить, если он стремится сделать хорошо. Но если он бездействует, растопырился и сидит, не знает, а то и знает, ничего не делает. Ну зачем нужен такой руководитель? Поэтому действуйте. Вы, генералы, на местах. А губернатору попрошу излишнюю инициативу председателя райисполкома не сковывать. Пускай действуют и специалисты, и ваши заместители. Сейчас время такое, чтобы каждый шевелился на местах. А для этого нужна свобода определенная и полномочия. Но, мужики, имейте в виду, предстоящие годы непростые. Для тройки, у нас всегда тройка уполномоченный по области. Губернатор и помощник вам проводит там электоральная кампания. Мы должны показать всем, что у нас есть страна, и мы этой страной будем управлять.